добрый день друзья как вы можете заметить сегодня не совсем евгений шуев с вами но тем не менее мы постараемся следовать традициям и довольно подробно рассказать вам о устройстве эрефон озонным четырехканальном микшере и так я предлагаю начать немного с презентации по ходу которой мы будем с вами более подробно рассматривать те или иные его модули британская компания digicom которая как уже было написано в носе славится своими цифровыми микшерами создала модульную систему обработки аудиосигналов в первую очередь она представляет из себя главный модуль процессорный блок как вы можете видеть передняя панель его простая лаконично она содержит только кнопки пользовательские на которые может быть назначена тайная функция а вот задняя панели представляет большой большой интерес и сейчас мы попросим помощи чтобы убедиться в этом с вами так как в инсталляционной задачи входит необходимость дружить с теми или иными видами протоколов то разумеется компания digicom оснастила этот прибор достаточно богатыми возможностями для того чтобы подружить с сетями данте мади оптокор и так далее здесь мы имеем 4 слота которые могут быть оснащены теми или иными картами в соответствии с нашей технической задачи чтобы работать с теми или иными сетями кроме этого мы имеем три слота в которые могут быть установлены карты производимые для sd-rack например аналоговые предусилители линейные аналоговые выходы выходы а с и так далее то есть здесь три слота и все карты которые производятся они могут быть в любой последовательности включены кроме этого здесь мы можем наблюдать и в слайде и в живом виде модули логические триггерные входы и логические выходы для того чтобы соединить это с приборами которые будут реагировать на какие-либо команды входящие лидно либо наоборот вырабатывать какие-то логические команды для того чтобы переключать те или иные режимы работы далее здесь мы видим наличие сетевых портов для того чтобы подключать модули расширения о которых мы поговорим чуть чуть попозже и так чуть более подробно о характеристиках основного модуля системы фория мы имеем четыре выделенные зоны микширования которые могут 128 каналов между собой распределять так как нам необходимо например там какая-то зона нуждается в там 2 3 8 каналах микширования соответственно мы с помощью программы обеспечения и зарезервируем это количество четыре независимых микшера каждый со своим мастер выходом и одно из принципиальных отличий от подобного рода систем то что мы имеем процессор эффектов то есть мы можем данное устройство использовать для того чтобы работать живым звуком помимо классических задач связанных с конференцией системами и так далее так далее и про коммантационные возможности только что мы с вами убедились что достаточно они просты и одновременно богаты в плане возможности комбинирования подключения тех или иных систем и им интеграции данного модуля в уже существующие дальше переходя к внешней периферии мы к данному устройству можем подключать встраиваемые стены модули ввода-вывода то есть это грубо говоря stage бокс который оснащен аналоговыми входами выходами и экранчиками на которых будет отображаться то назначение канала или ячейки которые мы присвоим то есть это делается с помощью программного обеспечения и облегчает нам жизнь поэтому здесь не требуется что-то запоминать рисовать наклеивать там тейп или что-то в этом роде и хотелось бы обратить внимание то что каждое из названий устройства представляет из себя буквенно цифры цифровой индекс который от сам за себя говорит о назначении этого устройства то есть а 164 это блок расширения который содержится 16 аналоговых входов и 4 аналоговых выхода далее выносной модуль который а 168 встреч или 16 8 он представляет из себя модуль с преампами которые разумеется разработаны диджико и здесь у нас ситуация аналогичная то есть 16 8 это значит 16 аналоговых входов и 8 аналоговых выходов следующий класс устройств который подключается к основному процессорному модулю это устройство управления и здесь опять-таки есть достаточно большая почва для фантазии для реализации тех или иных технических заданий они из себя представляют три варианта устройств первый из них это стенной встраиваемый модуль управления здесь мы можем опять-таки назначить ту или иную функцию и к примеру если он находится в гримерной артиста то ограничить чтобы мы не могли убрать уровень сигнала ниже чем опять-таки мы задали он существует в европейском и американском варианте но в данном данной ситуации представлен европейский вариант и опять-таки в названии устройства a control one подразумевается что это устройство контроля с одним органом управления следующий блок представляет из себя расширенную версию он обладает шестью энкодерами и уже дополнительными кнопками на которые мы можем программировать те или иные функции там например мьютирование это самое простое в том числе там включение плейбэка тоже можно это организовать и модуль который представлен у нас и в виде железного устройства здесь так a control eight который обладает восьмью органам управления ну в данном ситуации в виде фейдеров и более того здесь мы можем организовать эти фейдеры в наборы в банке и опять-таки мы имеем дисплеи миниатюрные на которых будет отображаться функциональное назначение данного фейдера кнопки мьют и кнопки соло то есть это полноценный контроллер их общее свойство они все объединяются в одну сеть через внешнее питание могут работать через питание по сети ethernet через по и и таким образом вне зависимости от сложности мы можем создать достаточно простую разветвленную систему управления нашими процессами и общий вид интерфейса программирования представлен на данном слайде то здесь мы можем наблюдать довольно таки привычный микшер развернуты на нашем экране примеры применения данной системы самый наверное далекий от инсталляционных задач но тем не менее это сумматор конверта различных протоколов потому что если у нас данное устройство используется нашей конференц системе либо в системе широкого назначения в какой-либо там гостиничном комплексе то тем не менее мы имеем возможность использовать микшерные пульты и источники различных производителей чтобы их суммировать и не просто там два-три канала а именно в там достаточно большое количество в том числе осуществлять конвертацию то есть одного производителя мы подключили с помощью мади другого через данте и так далее так далее более интересный вариант опять-таки мог который может быть интегрирована уже существующую систему это театральном музыкальное применение где основной блок используется в общей цепи это опять-таки может быть и оптокор и данте и в остальные и в данной ситуации у нас это используется как мониторинг для оркестрантов вот эта часть это может быть в оркестровой яме установлена все контроллеры которые могут быть либо одного типа либо смешанных зависимости от задач они через switch объединены в одну сеть и уже в зависимости от настроек программного обеспечения мы на каждый пульт выводим соответствующие функциональные задачи и наиболее общий вариант применения который как раз представляет наибольший интерес это приблизительно такая схема которая включает из себя основную консоль консоль мониторного звукоинженера блоки входов выходов то есть с драки и наш модуль процессор на который включен в эту сеть к нему соответственно подключен коммутатор и далее если у нас гримерные то в гримерных установлены регуляторы с одним органом управления а например в артистическом кафе мы можем установить стейч боксы и вывести отдельный контроллер то есть это будет самостоятельная микшерная система которая будет нам решать задачи без дополнительного оборудования отвечая на вопросы чем это лучше удобнее чем аудио платформы вот первый наверное вариант это наличие процессор эффектов который позволяет без привлечения дополнительных модулей обрабатывать аудио то есть использовать приемы необходимые звукоинженером реверберации так далее так далее и опять таки вопрос гибкости и наличие органов управления которые мы рассмотрели он позволяет нам создать систему ну достаточно легко и с пользовательским интерфейсом довольно таки удобно и сейчас я наверно попрошу чуть чуть подробнее осветить с помощью видео модули которые у нас здесь установлены в верхней части в итоге то что мы рассмотрели наш основной модуль соединен через коммутатор вспомнил с устройствами контроля самый простой то есть это стенной регулятор и регулятор который оснащен фейдерами и остальными программируемым кнопками в данной ситуации мы можем использовать систему как говорится стендалон это порт предназначен для подключения компьютера с управляющим программ обеспечением и как только мы сконфигурировали параметры микшера параметры пользовательских кнопок уровень доступа мы можем отключиться и она будет работать самостоятельно не требуя нашего вмешательства более того если это необходимо то мы можем удаленно по сети зайти в систему разумеется и осуществить какие-то изменения настройки и коррекции и области применения то есть помимо тех которые мы рассмотрели самые простые разумеется мы можем установить это в конференц-зал который обладает задачами кроме проведения речевых мероприятий там соседствует с ним какой-то концертный зал или еще что-то в этом роде или же с точки зрения телевизионных трансляций есть у диджико специальная плата расширения димайк на которой работает алгоритм автомикшера то есть этот один из вариантов который тоже позволит нам достаточно серьезно свою работу облегчить и решить более сложные задачи более простыми методами про сферы применения как один из вариантов то есть туристические корабли как раз это будет довольно удобно и для проведения конференции для проведения семинаров для проведения музыкальных мероприятий так далее так далее вот различные опять-таки конференц-залы универсального назначения где требуется решать разные задачи вот в том числе и там обеспечение сигналов для трансляции и так далее так далее иными словами где требуется развитый дсп-процессинг различные возможности коммутации и работы с разными протоколами и решение сложных звуковых задач то есть имея достаточно богатый вариант применения органов управления и применение внешних стейчбоксов то есть блоков входов выходов мы можем уже вполне гибко и просто решать те задачи которые на иных вариантах достаточно громоздку будут выглядеть и и опять таки если наш конференц-зал оснащен какими-либо системами уже то мы можем интегрироваться уже в уже существующие благодаря тому что есть данте никаких проблем подключили осуществили маршрутизацию и приступили к работе и опять-таки возможность работать в сетях оптокор например у нас уже есть некий универсальный зал где проводится и большие конференц мероприятия и презентации и музыкальные мероприятия и возможности микшеров либо не хватает либо хочется как-то расширить либо хочется вообще то есть чтобы если у нас идет мероприятие одного плана чтобы не задействовать систему а работать в полуавтоматическом режиме для этого достаточно включиться в сеть оптокор как один из вариантов и и обеспечить там два варианта или там три-четыре настроек которые могут быть выведены в качестве пользовательских действий на кнопки и соответственно сейчас у нас будет происходить там мероприятие одного класса мы нажали выполнение макроса и устройство уже приступило к работе для подключения контроллеров используется та же сеть которая используется нами для контроля устройства то есть для нее не требуется создавать отдельную инфраструктуру то есть она использует тот же сетевой порт который мы которому мы подключаем свой компьютер вот здесь если у нас работает данта сеть если вы имеете ввиду в этом плане если есть или soundgrid сеть то нам нужно да создать отдельную инфраструктуру для того чтобы обеспечить управление системой и подключение органов управления то есть устройств которые мы выше описали но грубо говоря данные отдельно звук отдельно возвращаясь к техническим параметрам 128 каналов микширования которые мы в разной пропорции можем разделить на 4 микшерных блока они просто напрашиваются что нас надо установить и использовать в нашей возможности в полной мере то есть иными словами мы можем зарезервировать там для того количества делегатов которые у нас есть необходимое количество каналов остальные будут либо в резерве либо использоваться для каких-либо других задач например у нас прошла конференция тяжелые напряженные вечер вечером у нас какой-нибудь джаз блюзбенд поиграет чтобы немножечко снять напряжение ну так вот мы зарезервировали допустим там 48 каналов для делегации а еще достаточно большое количество но я думаю там вряд ли чем вряд ли более 30 потребуется мы можем зарезервировать уже под музыкальные нужды и ты все используя только возможности одного модуля то есть ничего не нужно достраивать нужно его всего лишь дооснастить необходимым количеством микрофона входов переносных и так далее так далее и достаточно в принципе не очень может быть удобно но одного контроллера и мы можем уже подобно в родной задачи решить а внешние модули входов-выходов опять-таки мы можем подключить двумя вариантами либо с помощью резервирования то есть 2 кабеля тянутся либо с помощью цепочки когда у нас к одному порту подключается модуль а потом подключается еще один модуль так как у нас переносные модули 16 канальные в данной ситуации то как раз два модуля в цепочке нам обеспечит 32 канала через подключение в виде последовательной цепочки дэйзи чейн именно так можно один зал и речевой и развлекательный обеспечить одним устройством более того мы можем даже не один зал а несколько в каждом будет установлена своя периферия и решать те задачи которые возложены на этот зал плюс там сегодня у нас что-то поменялось в зале что-то поменялось никаких проблем мы подключили дополнительные модули или отключили и работаем так как нам необходимо сегодня здесь экономия на многозальных инсталляциях и упрощение функционирования данной системы то есть здесь мы можем спокойно с помощью одного инженера управлять сложным большим комплексом поэтому это с одной стороны и экономия а с упрощение при большей универсальности данных решений ну и разумеется касаемо привести демо и ознакомиться самостоятельно мы можем да обратиться к дарья как наиболее быстрому человеку который вам поможет но я думаю что в рамках ознакомительного мы наверное можем закончить потому что дальше уже нужно действительно рассматривать более подробно практические примеры работающие собранной схемы и вполне возможно что делать это даже лично на тех или иных мероприятиях ваших городах так что спасибо большое за внимание и с большими приветами от месье евгения